Так. Так. Все, ребят, стримы переименованы. Ждем начало, в общем-то, битвы уже. ФП-шку, если играть, так играть целый день, потому что это не дело. Криво как, тем более сейчас вообще уровень. Что-то подупал за последние дни. Нет желания даже катать макро. Чисто какие-то попытки. Ну, кстати, сейчас вот я сам виноват. Вот сейчас как раз пробить можно было. То есть нужно первого эморфла было фокуснуть, потом на блинке переконтролить. Так, что это такое? А, все, пошел инвайт. Отлично. Все в игре. Блайчик здесь будет уже. Рево заходит. Сейчас я посмотрю на Team Liquid, проставлено ли все правильно у меня. Все правильно проставлено. Ну что, болеем за блай, ребятки. Болеем за блай. Эту запись я точно смогу выложить на... Да куда угодно там, на YouTube. А вот Эвлай сам здесь, просит топить за него, ребят. Всем еще раз за поддержку большое спасибо. Так, знаете что? Надо поставить чайник. Болеем за блай, ребятки. Болеем за блай. Болеем за блай. Болеем за блай. Продолжение следует... Ну что, заварю цикория все, пожалуй. Ребят, блин, а, всё, я поставил галочку. Слава богу, что прямо во время ФП вначале я поставил галочку. Твич должен врубиться, поэтому. Твич должен врубиться, всё должно работать. Сейчас я даже проверю, как работает там. Всё работает. Всё работает. Всё работает. Всё работает. Всё, все здесь. Видимо, сейчас всё начнётся. Всё работает. Всё работает. Всё работает. Субтитры Right. Продолжение следует... Продолжение следует... На лесопилке? Какой черт у лесопилки? На лесопилке. Лясы. Точу, пилю. Шатаю людей. Не шатаю. Ну что, Блайчик начинает биться. Ребят, Блай против Нерча. Поехали, блин. Бо-5, ЗВЗ. Ну и Блай через газ пул начинает. Насколько я вижу, газ пошел. Ну а что тут еще от Блая? Ожидать все, ребят, сейчас чайник. Вырубаю. Завариваю. И к вам возвращаюсь. Пользователь Афас активировал премиум на ваш канал. Пользователь Афас активировал премиум. Летит в разведку овер Нерча. Я вид от Нерча делаю, а надо-то вид от Блая делать, потому что... А что происходит? Четыре линга заказано, королева заказана. Лингов больше у Блайа нет. Через муф начинает без Бллингов. Ну что, Нерчу надо это спалить. Видит, что королева строится, понимает, что агрессия улетает сейчас. Ну посмотрим, посмотрим. Информация у Блая вся была. Все, что нужно. Нерч против Снута, например. Репочки как бы включительно. Вот, и посмотрим, что Блай заготовил. Он явно должен был какие-то стратки подготовить. Нет, здесь я официально абсолютно стример. Никаких Нерчей, никаких выкидываний. Только Старкрафт. Здесь восемь лингов в Бллинг Нест. Харта готова. Блай прибегает, начинает подгрызать. Десять лингов у Нерча. А как Блай собирается контратак у Нерча принимать? По рабочим-то восемнадцать на четырнадцать он в плюсе. Но как Бллинг Баст ответный, например, держать? Я единственное не понимаю. А, Бллинг Баста не будет. Ребят, все в порядке. У Нерча делается сейчас Бллинг Нест до Мува. То есть он не сможет Блай никак, в общем-то, напрягать этим. Линги убегают. Может, имеет смысл на мейн пробежать? Блай не пытается на мейн пробежать. Вот сейчас пытается и пробегает на мейн. Ни в коем случае не надо трогать королеву. Она выходит вперед, забегает Блай. Блай, дрончик минус один. Второй, второго подбрыть не получилось. Вот же он там полудохлый такой сладенький. Нет, что-то срывает, в общем-то, рабочих. Еще Линги прибегают. Королеву бы окружить не мешало бы. Королеву окружает Блай. Падает очень быстро. И не успевает Бллинге подойти. Отлично Блай, дрончик подгрызает. Начало просто великолепно. И на мейн. На мейн пошел, разводя Нерча. Сейчас врыв. Королева пытается сгрызть Блай. Не надо королеву слишком близко к Бллингам. Подгрызает дрона раз, подгрызает дрона два. Просто как ребенка сейчас. Может вручь, ворон выйти, я не знаю, успеть во что-нибудь. Только от Бллингбаста главное не затерпеть бы ответного в итоге. Великолепные разводы. Страны Блая. Королева падает. Отлично. Просто отлично. Без королев. Нет, вообще без прироста. Живет без... Вообще нормально у Блая. Просто великолепно. Сказал бы. Плеточку может быть перестраховывать. Не знаю, королев побольше отстроить. Еще один дрон в итоге уничтожен. Хорош Блайчик. Так, Лингом пробрывает Беллинга. Рабочего все-таки добревает в итоге. Красавчик Блайчик. Забегает на мы. 8 Лингов. От Нерча заказано. Пожалуйста, только не затерпи. От Беллинга... Еще дрончик. Потери 1300 на 500. Просто великолепное начало. Ревыч без задержки стримит? Как это? Я чуть не понял, как это Ревыч стримит без задержки? Если он официальный стример. Сейчас я проверю, я ему сам скажу. Продолжение следует... Так, я Ревыч сейчас отпишу тоже. Это наглость, потому что... Вы его пустили официально стримить, как и меня. А он стримит без задержки. Зачем-то не понимаю. Зачем? Ой-ой-ой, что творит Блай? Я отвлекся, и Блай просто... Ё-моё, что Блай сейчас сотворил, а? Я вообще не понял. Ты с задержкой меня отвлек. И я просто не понимаю, как это сейчас произошло. Погодите, это Блай же красный. Это же Блай красный. И Блай сейчас изи просто отбивается. Это нервщик великолепный дел. Я опять попутал. Такое уже было на самом деле. Вот. Три минуты задержка. Всё, сейчас я это пойму. Только отвлекся как раз на задержку Ревчиковскую. И Блай из такого просто дна вытягивает сейчас игру в ответку. Просто здесь нервщики-то контрпуши пытаются сделать. То есть это Блай терпел на самом деле. Но опять же идёт выход. Блай почему-то опять начинает прогорать на ровном месте. Так, линги забегают. Блай ни хрена не взрывает. Дроны отдаются. На 40 лимита Блай проседает. Заказа нет. Что происходит? 500-600 минералов. А что Блай делает? Роучий заказывает. Алонс поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. С праздником всех. Спасибо, Алонс. Застеснялась наша Яндекс. Подруга. Ну всё. Всё-таки справедливость расстрелствовала. Это минус 2. Застеснялась наша Яндекс. Подруга читать твои роботы. Спасибо. Иёк. Очень приятно. Плётки перекапываются. 70-45 полимит. Но это печаль. Плётки перекапываются. Да, всё уже понятно. Идёт контратака от Блая. Реводжеры есть. Роуч есть. Слинги. Если мне контрзабегание нерча, конечно, всё было хорошо. Здесь плётки. Здесь королева. Нет, это 1-0. Скорее всего, в пользу нерчу. Здесь ничего не получится. Минус хатка. Гей, гей, пищевый лайк. Гей, гей, пищевый лайк. Гей, гей, пищевый лайк. Дайна на 22-м. и после такого врыва после такого врыва казалось мне что уже было и все взорвет взорвал как он все было все было замечательно да я думал что это была игра это нерч как раз блаевской темы взял всех и пробрил в итоге спасибо те киев еще раз очень приятно текст меняю только цифру одну вот так вот так кто-то кикнул реву, я, кстати, никому ничего не писал, как ни странно, кто-то прочухал, что задержки нет, не знаю каким образом. Нерч, он внимательный, у него уже бывают, когда они запотевают в зрениях, увеличивается сильно и вообще появляется шестое чувство. Ну что, поехали, вторая игра, отблая мячка ФП. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, в лайхатку ставят, газ пул, опа, здесь опять с мейн опенинг опять такой же мух от нерча абсолютно. Ну что, посмотрим, что из этого получится. Шесть лингов. Не находит нерч блани, уже ли то же самое сейчас случится? Ну не знаю, ребят. Надеюсь, что нет, но блай очень, конечно, как-то нагловато играет. Вот овер летит, нерч бежит к блаю прямо лингами своими. Лингов реально много заказано. Блая нужно тоже лингов заказать, да побольше желательно. Плёточка заказана, королева заказана, четыре линга заказаны. На второй базе-то что-нибудь надо делать? На второй тоже заказывать лингов сейчас. Плётку хрен перекопаешь. Пользователь челэнтана активировал премиум на ваш канал. Урывается блай, пока у нерча нет мув, принимает бой с ним. Всё, мув готов, нужно уже драться. Пофиг там на этих лингов. Подгрызает хату. Неужели хату блай даст грызть нерчу? Судя по всему даст, потому что много лингов. Выдвигается новых вперёд. Королева спускается вниз. Блай очень не хочет хату потерять. Но придётся потерять здесь ещё в итоге нерч всех лингов подгрызает. Плётку-то закопай, ё-моё, блай, плётку не копает. Что ж так блай... Ё-моё, как прослухочил-то здесь. Блай, плёточка копается. Нерч пытается хату фокуснуть. Хату отфокусил. Блай у контр-пуш надо делать. И вот королеву отдал. В итоге личинок будет недостаточно у блая. Да что ж за ошибки-то такие, а? Четыре бейна заказаны. С мувом надо контр-пушить сейчас как-то нерча, наверное. H0 Ливуд поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно. Не втыкай, а то живот чуть не лопнул. Ди. Спасибо. Голливуд. Да нет, там просто... Почему-то мне показалось, что блай синий я внимания не обратил. В итоге здесь контр-забегание лингами. Королева на мэйне. Беллинг. Блин, ну как блай беллингами-то прогорает? Так, хорошо, хоть королеву успел поставить. Возвращается домой лингами. С дронами пытается подраться. Дронов уже меньше. Лимита у нерча больше. Просто... Вот реально. Нерч... Я не понимаю, как... У нерча как будто какой-то... Кто-то ему подсказывает, что блай будет делать. Или он мысли читает. Блай ведь никогда не играет вот такими хатами. Блай всегда играет беллинг басты. Обычно. И вот против нерчовского билда, это был бы идеальный билд агрессивный. Но нерч прочитал блая как-то вообще. Очень-очень жестко. Реально прочитал. Я не знаю, как он прочитал вот так вот. Ну, получилось, что так. Так. Продолжение следует... Так, три дрона у кого-то Блая, не понять куда выехали. Нерч их видит. Что-то Блая ошибается, просто ужасно как-то в этих двух играх первых. Причем в первой игре случайно мог даже взять, когда Беллинг Нерчу просто лингов, наверное, 15 взорвал. Так, забегай на мейн. Дронов нечего погрызать. 40 на 50 парабам. Нужно лингами помочь рабочим отбиваться. Помогает Блай, отбился. 27-38 парабам. О, тут лейер Роуч Ворон в печали. Готов Роуч Ворон. Блая тоже лейер заказан. Чуточек позже. Но Блай, я так понимаю, в Спайр свою любимую хочет выйти. Но с таймингом лейера медленнее, чем вот такой Роуч Ворон. Любой Нидус просто накажет Блая. Вообще в хлам, на самом деле. Вот Роучи первые пошли. Криптумарет тянутся. Вперед здесь два Бейна. Тоже Роуч Ворон ставится. Но все равно Блай, в любом случае, Спайр, я уверен, будет ставить. Хотя пока три газа всего. Может и не будет Спайр ставить. Посмотрим. Здесь третья хата просто Роучи В Роучи, с таким отставанием по всем параметрам. Это печаль, если честно. Только-только по рабам Блай нагнал примерно. А, Нерч сам Спайр ставит. Сам Нерч ставит Спайр сейчас. То есть будет закреплять преимущество муткой. А Блай Муфроу чем делает? Ой-ой-ой, какая печаль. Еще Саплай Блок где-то там потерял. Блай Овера. Где потерял ХЗ, я не знаю. Где-то здесь, около Нерча, я на третью хату. Видите, Блай 7 Роучи заказано. Блай только заказывает Роучи, а тут уже Спайр, посмотрите, почти готов. То есть они даже сюда прийти не успеют. Пока это идти, посмотрите, сколько на этой карте. Ну, хотя не так много, но в любом случае мутка успеет выйти. По рабам одинаково. Где-то здесь на 7-8 муталисков будут ресурсы. Блай выдвигает вперед. Короче, 2-0 изи для Нерча. Ну, не знаю. Может, Блай переворачивал, конечно, на том же ВЦ с Гидрой 0-2 проигрывая. Но здесь у меня большие сомнения, потому что Нерча, он очень уверенно обычно отыгрывает. И, к сожалению, что Блай плохо. Роуч минус. Мутка вылетает у Нерча 1, и Роучи он строит. 117-92, вы видите. Здесь. Так, Нерч спалил золото. Нет, золото не спалил пока. Но в любом случае здесь ГГшка была и улетит. Королева всего одна. И это печаль-беда. Но Блай не сдается так рано. Ну, 2 раза контр-бил, фактически, Нерч. Делый, очень грамотно его реализовал в игре. Начинал всегда с преимуществом, поэтому Блай ничего не спалил. Смок поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Нужно больше цикория. Спасибо, Смок. Мне больше цикория не надо. А то давление снизится. Ну, даже без мутки здесь Нерч отбивается. Изи просто. Здесь золото у нас. Мимо золота Нерч бегает. Золото не спалил, но спалил крип зато. Да, печально. Да, ушел. Очень печально. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Сегодня прям активно. Очень. Пользователь ГГШ активировал премиум на ваш канал. Спасибо, ГГСХ. Всем спасибо, ребят. Спасибо. 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 Субтитры сделал. Спасибо. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Так, ну откуда это взялось? Он спал бы Блайву игру. Этот моб. Так, Блайв все еще в игре. Так, я шкрути закрыл. Смотрю, есть ли задержка у револьвера. Или нету. Так, я шкрути. Так, я шкрути. А, вроде поставил револьверчик задержку. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, 2.0 нерч Сумеречная башня Ну что, будет Блай сейчас делать какую-нибудь агрессию В своем стиле, я не знаю Может быть стоит попробовать Но сейчас нерч уже будет ожидать В решающей игре на самом деле А, все, есть задержка там вроде Урелы Все нормально Понял, что с задержкой надо стримить Потому что кто-то там не дремлет Вообще не знаю, кто это, правда, даже не дремлет А, все, есть задержка А, все, есть задержка Ну что, вторая хата ставится, углая Опять через хату он играет Нерч тоже в этот раз через хату Но у нерча Бейлинг Нест до мува Он боится, что Блай будет улынить Смотрите, какой нерч покерист Реальных хренов Такой он чисто читатель Просто, я не знаю Решил, что Блай будет улынить сейчас Но это, кстати, можно было ожидать Что Блай сменит стратегию в решающей игре Но Блай решил не менять А, опять же, сыграть через хатку вторую Но посмотрим, к чему это приведет Бейлинг Нест здесь ставится У Блая мув делается У Блая мув гораздо более ранний, чем у нерча И, возможно, мы и Бейлинг Нест сейчас тоже увидим Но в итоге примерно одинаковая будет ситуация Может, Блай закажет Ой, Роуч Ворон, посмотрим Ой, Роуч Ворон, посмотрим О, Роуч Ворон, посмотрим О, Роуч Ворон, посмотрим Так, ставит третью здесь Блай. Роуч Ворон готов. Да, через Роуч Ворон начал. Мув сейчас уже будет готов. У Нерча тоже Роуч Ворон ставится. У Нерча третий здесь значительно раньше, чем у Блая. То есть он наглеет, без ничего так действует. Посмотрим, что выйдет у Блая в итоге. Просто как ребенка Блая сейчас Нерч разводит. Ну пусти ты, Линга-то, вперед. Блая не знал, что там Вейлинг Нест есть. И просто забегание так законтрено было дико сейчас. Нерчем его. Четыре Роуча Блая подстроил. Выходят ими в центр. Нужно ли ими в центр выходить? Единственное, королева и погоня ловера. Может быть Блая имеет смысл выйти в спайр сейчас с мутарисками. У него ранний лейер, третий достаточно ранний. И на 10 дронов больше. Но вперед идти не надо. Ну и что? Нерч идет вперед. У Блая спайр. Блая видит весь этот выход. Плеток нужно ставить сразу. Что ж такая реакция? Реакция-то слоу-почная. Глайд дронов строит. Ну ясно. Лимита меньше. Просто. Пять Роучи еще заказано. Реведжеров. Может быть Карлолев спускать? Неужели одну плетку не подстроить сейчас просто? Хотя бы одну, я не знаю. Роучи приходит реально много. Хорошо еще без реведжеров. Нерч вперед ломится. Фаербол пошел. У Нерча Лейра еще не готов. Роучи. Блая выходит. Но они выходят не сразу. Естественно, по очереди. Нерч в итоге на халяву заходит. Провревает Блая. Просто жесть. Ну неужели... Ну хотя нет, Блая отбился. Ну плетку одну поставь и не будет всех этих нервов. Просто плетку одну. Ну так и так Блая отбивается. Спайер сейчас будет готов. Дронов в это время Нерча подстраивает. Обгоняет Блая по дронам. Отменяет что-то там... А Роучи отменяет. Ресурсы на мутку сейчас выгадывает. Нужно ли идти в контратаку? Конечно нет. Нерча ставит спайер сейчас. Нужно муты. Семь штук пошло. Газ на третий начинает добываться. Три и три. Отлично. По три рабочего в газу есть. Парабан Блая нагнал. Вышел зачем? Зачем до центр-то Блая дошел? Не понимаю. По оверу пошел. Еще один сейчас можно кинуть. Муталиским нужно быть поаккуратнее. Мутка Блая сейчас вперед полетит. Коготь, кстати, Нерча делает у Блая. Армор на мутку заказан. Хорошо. Так, заходи здесь Роучи Блая. Мутка прилетает. Начинает проблевать. Кажется, все-таки эту игру обязан Блая взять. Просто обязан. У Нерча мутка заказана. Здесь начинается замес. Хороший фаербол. Просто великолепный. Роучи и Нерчу Блая сбривает тех. По боевому лимиту в невероятном плюсе в итоге оказывается. Королевы падать начинают. Заходит Блай. Фаербол по плетке строящийся падает. Муталиски проблевают все. Или это спорка? Это спорка строят. Муталисков Блай чуть не контролят. Здесь линги приходят с Мум. Спорку минуснул бы. Сейчас был бы вообще молодцом Блайчик. Спорку нужно наземными войсками минуснуть. Муталисков отвезти пока. Наземными войсками минусует. Отлично. Минус спорка. Заходит сюда. У Нерча линги даже без Муа. Коготь пока не готов. Здесь спорка минеральной линии есть. 86-112 по лимиту. Новые роучи выходят. Фаербол от зла еще пошел. Парабам там. Фаербол падает. Четыре дрона минус. Линги дотекает. ГГ. 1-2. Не поверил Блай в то, что Нерч... Точнее не повелся Блай. Что Нерч будет... Не повелся Блай на Нерча. Не стал делать другой билд. Стал делать билд. Тот, что делал в первых проигранных играх. Нерч не поверил Блайу, что он не сменит билд. Вот вам и результат в итоге. Блай выигрывает. Но это печально, что из 0-2 Блай начинает тащить. Но если сейчас, кстати, возьмет следующую игру. Весьма вероятно, что будет все нормально. вот крохотов? В принципе. Весьма верно, что она не значит. Взаим, что она не значит. Во-вторых, как я не сомневаюсь. Посмотрим, что остальные. О, что я сделал. О, что я раньше с обеих стороной. Они так не знал. Я ничего не знал. Я ничего не знал. Я не знал. Я например, что в этом. Я хочу немного об 목�нове. Пока. Я не знал. Нерча в�сих. Ну что, ждем нерча. Так, вижу там все премиумы разыгрывают, спасибо GSH еще тебе раз. Главное, чтобы получали те, у кого их нету, потому что иначе имба. 2-1 счет, у Лена карта очень быстрая карта, агрессивная. Ну и в этот раз Блай как раз-то решает своим билдом сыграть. Чоки Йог на Блая запил. Пользователь Лерка активировал премиум на ваш канал. А вот Лерка активирует, у него не было времиума, респект. Респектон, я бы сказал. Гэл, Гэл пишет нерч. Пул первый безгазовый ставит. Надо проблевать за такие безгазовые пулы. Блай знает, как реализовывать, но нерч совсем не просто, как говорится. Это битва за выход в полуфинал этого турнира. Который завтра, кстати. Полуфинал и финалы состоятся завтра. Сегодня выходной день, и сегодня Блай играет. Но завтра тоже не пропустите. В 9 вечера будет продолжение. У Блая 6 лингов строится. Нерч не видел, кстати, играть, что здесь происходит. Линги нерча идут вперед. Но у Блая-то с мувом линги. У Блая-то бейлинг баст будет здесь абсолютно точно. Еще линги выходят. Блая на рампе тут нерча собирается встречать. Нерчевские линги сейчас будут забегать. Но Блая больше. Блая больше лингов. Принимает он бой на рампе. Контроль пошел. Расконтроливает лингов нерча, кстати. Причем 2 убил без потерь сейчас линга. Молодец, Блайчик. Здесь нерч забегает новыми. Да не надо демеджинами зелененьких. Подставь как раз сюда. Все в порядке. Королева дрона Блая заказал. Такие дроны-то? Блая перестраху. Ё-моё, Блая боится. Сгрызть надо его. Все, убил бы сейчас в хлам. Нерчевские линги думают, возможно, что здесь будет пуш. Блай пушить не собирается. Блай отступает. Какой-то лингами. Что Блай делает? Я еще не понимаю. Боится нерчащая, что ли? Так. Личинки готовы. Будет заказ лингов Блай? Да, 6 еще заказ. И 2 дрона. 6 лингов, 2 дрона заказает Блай. Но можно будет сейчас эффективно подпушить. И потом еще перейти в экономику. Все, мув готов. Дрона нужно спускать Блай. Сейчас новые линги выйдут еще. А с новыми лингами можно идти вперед. Так, хату Блай ставит. Видит, что линги стоят у нерча. Нерч уходит своими лингами за минералы. Нужно принимать их, конечно. С двух сторон Блай. Убивая с двух сторон, конечно. Начинает грызть. Убивая с двух сторон. Но нерч, блин, чертяга. Хитрый, а? Какой? Сныкался. Единственное правильное решение. Принял лингов эффективно. Более-менее разменял. Там плетки строятся. Вниз плетка перекапывается. Но ведь можно мимо пробежать на мэнчис, на муви просто. Королевы на рампе не стоят ведь? Королевы на рампе не стоят ведь? Королевы становятся на рампу. Так. Блай подгрызает дрона нерчу. Подгрызает линга. Плетка вкопалась. Ну, больше здесь врываться не надо. Парабам 21.17. Пользу Блая. И Роуч Ворон он строит. Молодец. Короче, все четко делает. Возможно, линга реводжера пуш сейчас будет со стороны Блая. Овера отводит. Не теряет. Молодец. Решение, считаю, абсолютно верное. Реводжерами пушить можно сейчас. Привет всем, ребят. Кто недавно подошел. Если Блай возьмет эту игру, для него ситуация будет очень хорошая. По дронам сравнялись. Ну, не знаю, стоит ли Блая улынить. Вот хороший вопрос. Но уже он два газа построил. Вижу, три Роуча заказано. Нерч там все рабочих. Тут четыре Роуча заказано. Здесь линги стоят. Как мне кажется, Блая нужно было стандартно. Но вот он хочет Нерча обмануть, намудрить. Делал бы стандартный свой Беллинг Баст. Скорее всего, оппонента своего бы убил бы. Но стандартного Беллинг Баста не было. Сейчас у Треводжеры будут. У Блая в итоге четыре Морфиса уже. Три, точнее, четыре Роуча все строятся. Здесь проблема в том, что Королев три штуки с трансюзами. Две плетки есть. Уже четвертая на Мэне Королева. И Нерч сам Роучи дозаказывает. Вот в чем проблема здесь очень большая. Нерч вперед сам собрался идти. Нет, Овера пытаются подврить. Не так-то просто это сделать. Еще два Роуча строят Блай. Реводжеров будет реально много. Здесь Овер висит так, что не контролит, кстати говоря, проход совсем. Не контролит. Линги идут. Нерча сюда с Роучами. Но Блай заходит, кстати. Сейчас он окружит всех этих Роуч. Фаербольчики имеет смысл кинуть. Роуча одного Блай забирает. Лингов нужно достраивать. Блай не строит Лингов. Блай выходит в экономику. Хочет Нерча, кстати, обмануть. Обратите внимание. Фаерболы пошли по плетке. Плетку Блай сразу побревает. Два Реводжерите. Да что за контроль-то такой, а? Что сегодня с Блайем творится-то? Контроль ужасный. Он просто фаерболами подбревает сейчас овера. Нужно в проходе стоять, чтобы не дать Нерчу спуститься. Сейчас вниз обязательно Блай. Уходит сейчас проход. Смог отступить. Нормально. Парабам. 32-27. Парабам остаёт. Блай вот реально мудрит. Он сам себя перемудрил в этой игре реально. Каким образом? Да просто не то пушит, не то хрен знает что. Не то в экономику переходит. В итоге не пушит. Демод же экономика и не наносит. Парабам как-то остаёт. Вот сейчас Нерча переходит. Третья уже хата пошла. Ну не знаю. Как это хз. Кстати сейчас, если бы Лингов Блай добавил к этим реводжерам, опять же мог бы Нерча убить здесь. В итоге Блай что-то блин сидит. Ну всё. Что вот это такое? Пришёл, пропушил, отошёл. Рабов не заказал. И опять пушит, идёт Блай. Ну нужно ли так делать-то было? Думаю, что не стоило Блаю так делать. Здесь уже через этот проход хрен ворвёшься, потому что плётка стоит. У Нерча Лэйр пошёл. Блай пытается в центр сместиться, камни пробить, насколько я вижу. Реводжеры всё новое-новое заказываются. Приходит Блай, не видит что ли, что Линги бьют камни? Где фаербулы-то? По оверу фаербулы пошли. Сбревает очередную овера Нерчу. 76-79 по лимиту. По боевому Блай мучку в плюсе. И реводжеров больше. Это из положительных моментов. Здесь Линги подстраиваются. Блай видит роуча и оппонента. Нерч разводит. По дешёвому, иди ты уже к нему, блин. Блай пытается. Ну через этот проход, ну куда он тебя развёл? Как просто дёшево развёл. Фаербулы пошли. Ну одного роуча Блай всё подбревает этими фаербулами. Отсюда уже не зайти. 80-80-79. Просто как маленького Нерч разводит, а? Ну нахрена до сюда-то идти было? Ну блин, ну просто. Я вот когда смотрю такое, меня просто поражает. Как можно так разводиться? Ну лингов мало. Ладно бы, если бы было побольше лингов, Нерча можно было бы наказать. Таким образом, роучи вот сюда заблочить. Парой фаербуллов просто минуснуть всё. Парой, в смысле, всеми роучами кинуть фаербулы. Нерч сам идёт вперёд. Роучи больше всего. Больше 84-103 по лимиту. Блай пытается третью заказать. По лимиту отстаёт. Но технологий у него получается больше. Технологии это реведжеры сейчас. Линги заходят на мейн. На мейне можно дэмэдж нанести этими лингами абсолютно точно. Королева упадёт. Ну не надо основную-то армию терять. Ну Блай, ну ё-моё. Зачем основную-то армию потерял? Уходит реведжерами сейчас Блай. Нужно фаербулы кидать. Линги здесь, кстати, дэмэдж нанесли. Какой-никакой. Ну уйди реведжерами. Хоть реведжерами уходит. Линги убили 4 дрона. Но это слабенький дэмэдж, мягко говоря. 6 дронов линги убили. 7 дронов линги убили. 3 реведжера Блай возвращается. 91-69, 53-34 по боевому лимиту. У Нерча ещё и лэр. Так, а не, у Нерча нету. Муа нету. Так, здесь на халяву роучи Блай Нерч принимает. Здесь 3 реведжера с армией. Ну никак соединиться просто не могут. 18 лингов Блай заказывает сейчас, чтобы отбиться. Спускается вниз. Фаербулы от реведжеров Нерча идут. Блай свои реведжеры берёт. Нужно домой, наверное, вернуться. Роучи всё больше и больше. Вынужден драться уже с дронами. От фаербулы вроде как уворачивается. Возвращаются реведжеры. Ну нет, слишком много роучи у Нерча здесь. Ну Блай не уверен в своей игре. Вот он в этой игре что-то непонятное делал. Я идею, честно говоря, не понял. Я бы понял идею, если бы всё было чётко. То есть пошёл, показал выход и сразу в экономику перешёл. Блай пришёл сюда. Второй раз я имею в виду роучи реведжерами. Покидал фаербойщиков, что-то отошёл в экономику. И то не сразу перешёл, так ещё и роучи потом добавляет. Бесполезно как бы. То есть Нерч уже там отстроился. В итоге экономика сильнее, всё сильнее. 3-1 Нерча мог эту игру несколько раз Блай выиграть. Надо демку посмотреть на самом деле. Но Нерч очень силён сейчас. Нерч реально силён, чертяга. Реально сильно отыгрывает. Да и он ещё знает очень хорошо стиль Блай. Они очень долго и Вейсер друг с другом тренировались. То есть Нерч готов к Блай сюрпризам к тем вот этим. Вот в чём проблема. ГГ не пишет. 1-3, к сожалению. И мы ждём следующую игру. Я не знаю, какая следующая там, правда, по расписанию. Сейчас посмотрим. Сегодня ещё 3-5 будет. Блай Нерч сегодня бьётся. А, Вортикс и Лейзер, наверное, следующая ЗВЗ. Кстати, Лейзер победитель вообще отборочных, где Хэппи далеко дошёл. Вот этот в Шанхае, к сожалению, не прошёл. Поляк. Второй Нерч был там. То есть они сейчас реально на подъёме. Вортикс, очень крутой ЗВЗ. Посмотрим, как они отыграют. Бани Дайши ТВТ и Лилву Марин Лорд ПВТ. Французская. Короче, все у нас матчи крутые. Зеркалок, правда, много. Но будем смотреть, что тут говорить. Вот. Хорошо. 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 Ну что, ждем следующей игры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что там такое? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас карты они подчеркают Я думаю, и мы будем уже Так, все, карты подчеркали Сумеречные башни первая Ульлена вторая Орбитальный верх третья Серос четвертая Терраса Приона пятая Захожу в игру 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 Все в игре, короче, ждем начала, ребят, что-то подзависся, под расстройство, чтобы лайф проиграл, потому что в четвертой игре реально надо было брать игру, у него для начала, для Блая было очень хорошее, я считаю, но Блай не смог справиться с управлением, я бы сказал, в итоге отдал игру, но ничего страшного, будем дальше смотреть. У нас Вортикс и Лейзер еще великолепно, уровни УЗВЗ, у нас Даля еще будет, естественно. Так, Чарлик валяется под стулом, Чарлик, ну что там, дрыхнешь? Ну ладно, спи. Хотел показать Чарлика в очередной раз, но он там в таком клубке лежит, рука не поднимается, аж нос хвостом укрыл. Телевизор, да все там есть, все понимание, на самом деле, просто нервничать не надо, надо как бы, ну а как, у меня всегда тоже нервы были, игра официальная, то есть хладнокровно надо стараться отыграть, а как не всегда получается хладнокровно отыграть, видишь, просто как бы тоже. Все нормально, на самом деле была респект очень большой, за что? За то, что он отыгрывает Туриков столько много, и мы его постоянно видим. Поэтому, я думаю, Блай, мы увидим еще не раз его победы, и так он как бы за последние пару месяцев заработал денег много реально. Все еще впереди, теперь хэпище накатывается, главное, чтобы гидру проблел, но тоже не проперл, что на гидру попал. Кнуглес, а как же праздник же все-таки, чтоб не шли, заниматься беспределом всяким, алкашней всякой там, промышлять, защитники отечества. Поэтому и стримлю я. Да и сегодня много турниров, как бы и про Лигу стримил, и Тинк этот, и про Айсер, про Челлендж. Я вообще совсем забыл, что я его официально стримлю, но теперь все окей, теперь-то я помню. Нерч Блай, правда, пробил, Блай самой первой парой играл печально, это конечно, но Нерч силен реально сейчас, тут ничего не поделаешь. Третью хату ставит Вортикс, точнее, у 3 хаты пул был билд, и еще при этом всем он Роуч Ворум строится, самое интересное. А посмотрите, что делает и Лейзер. И Лейзер делает максимально жесткое сгрызалити сейчас. Ну, нужно ли выбегать лингами, вот, ё-моё, подождал бы Му-ва-то. Дроны с третьей уходят, 26-20, парабам, не в пользу и Лейзера, тоже строит Роуч Ворум у нас. И Лейзер, как и Вортикс, забегает лингами, начинает грызть обе королевы, грызутся сейчас. Линги прогрызут обязательно эти королевы. Да, и Лейзер очень хладнокровно их прогрызает, Роучи еще не вышли, начинает дронов и Лейзер грызть. Дрон падает, 1, 2, 3, 4, Роучи выходят. Нужно ли с Роучи-ми-то так драться? Дерется с Роучи-ми, и Лейзер, не, ну, это слишком, конечно, какой-то перебор. Линги заходят на базу в кармане, которая находится. Она третьей, по-моему, была заказана, но не суть. 18-32 по рабочим, очень похожа на вообще... Ну, хотя нет, на 1-0 пока от Лейзера не похожа. Почему? Потому что все-таки у него нет третья, у Вортикса третья есть. Не по Адронам, а Лейзер сейчас на Гунь. Так. Вот Харри. На, на Гунь, моську мне положил свою шерстяную чали. Вот Лейзончис во сне делает прям, подлизывается. Вот Чисту прикормили его, погладили, похвалили. Да не, не холодно просто спит так. Ну-ка, а холодно тоже так спит. 20 лингов строит сейчас Вортикс. Это линго-реводжеровый пуш, на самом деле, будет похоже от Вортикса. А может просто линго-роучи, не знаю, сейчас посмотрим. Оверы новые строятся, лингов просто, ну, невероятно много становится. Газ, правда, всего один добывается, если реводжеры и будет, то, наверное, одна штука где-то. У Лейзера на 10 дронов уже больше, и Лейзер роучи начал строить. Поймёт ли Лейзер, что такой жёсткий пуш выходит? Лейзер тут наглеет, реводжерами с вами ходит, все эти оверов пытаются Вортикса пробивать. Ну, так-то нагло не надо действовать, Вортикс не совсем идиот, наверное. Через 7 секунд будет мув лингом. Короче, 4 реводжера сейчас будет потеряно. И Лейзер вообще ни разу не попал по оверу. Уходит реводжерами, минус 4 реводжера, минус... Не, ну не минус, и Лейзер пока роучи много очень заказано. Фаербольчиками нужно кинуть сейчас, чтобы лингом было не окрулить. Так вот, фаерболы пошли. Ну, несколько лингов пробрел. И Лейзер Вортикс реводжеров изи сейчас бревает. Королева пытается окружить, роучи выходят. Где они все были-то? Да, я это очень не понимаю. Королеву можно было и не терять, на самом деле. 98.76 по лимиту. И Лейзер-то великолепен просто, посмотрите. Роучи гигантское количество уже успел отстроить. Лингов новых добавляет. Вортикс сгрызается в роучи своими лингами. Но сейчас линги у Лейзера выходят. Новые роучи, новые линги. Реводжеров морфит из демедженных просто крутейшие отыгрывают и Лейзер. Вортикс ничего не смог сделать. 64.98. Чуть ли не 100 по лимиту. 1.0 и Лейзер. Пишем ГГ, выходим это называется. Но пока что Вортикс не сдается. Так, здесь линги забегают. Но есть их чем встретить у Лейзера. Свои линги есть. Выходят. Они здесь королева. Ну, королева отобьет. Здесь тоже все отобьется. Очень уверенно идет вперед. Ставить точку в этой игре Лейзер. Вортикс думает, видимо, что ему хватит здесь юнитов. Нет, это точно неправда. Он не успеет отмазиться. 50-73 по боевому лимиту. Да и рабочих у Лейзера больше. Нужно просто зайти сейчас. Да, и линги дотекают. Как раз вовремя заходит. И Лейзер на хайграунд. Вортикс вообще, что мне самое интересное. Вортикс вообще реводжеров не использует. Он вообще собирается к лотту подстраиваться? Или он все в ход катать будет до сих пор? Не пойму я. Так, Лейзер идет. Фаербольчики пошли. Блин, Лейзер только в последнее время просто наказывает оппонента своих личинок. Нужно добить. ГГ, вот. Видишь, даже без добивания личинок. Что это там? Кто там? Стой. Стой. Стой, говорю. Что рачит? Вышел чалик, что рачит? Вот он, красавчик. Вот он, красавчик какой. А я в игру захожу пока. Сонный. А не, нос мокрый. Челлен. Нос мокрый. Ладно, иди отдыхай. Уже поздно. Дрихнуть хочешь? Мокрый. Нос мокрый. 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 Да нечего натидать так сходу. Все, вторая игра начинается. Бл-5 и лейзер 1-0 идет. Поехали. Друидик, что-то ты слоупочешь. Пора уже второго тогда сестричку. Братика Маша, видимо. Прикусывается. Прикусывается. Что с лейзергом? Да не, вроде он никуда не вызывал. Он возвращался, но он сразу же забил. Вообще он говорил, что учится. По возможности будет играть, но не играет. Вот посмотрите. Вортекс играет, как Нерч играл против Блая. Здесь у нас пул мув будет. Шесть лингов заказывает и лейзер. Здесь к нему шесть и бежит. Вот две и еще четыре. Так, двенадцать лингов у Вортекса будет. Надо и лейзеру больше лингов тоже строить сейчас, естественно. По максимуму заказывать. Видит он, что дотекает. Мув делается. Пытается Вортекс хату отменить и лейзер лингов пускает. С четырьмя дронами, с пятью дронами. Сейчас все отобьет изи здесь. Хату отменяет, меняет хату. Ну, ё-моё, еще и дронов убил. В итоге ни хату не спас, ничего не было. С дронами принимает бой лейзер. Нужно ли дронов было подставлять сюда, вот этот бой? Ну, кстати, расконтролил в итоге, убил все. Хату заказывает, рабочих как было больше, так и осталось. Дистанс майнинг пошел. Так, ну что, линги тут бегают. Пес, не подозреваясь, тут знаменит. Да не, подозревают. На самом деле, пса знают все тут в округе. Как бы он просто ко всем людям подходит. Ну, никто его никогда, агрессия не проявлял из людей. Уличные это знают, звери, что на самом деле страшнее нет зверя, чем человек. Лучше идиотов много всяких. Но чалик всех обнюхает, всех понюхает. Всем нравится в основном. Ну что, здесь какие-то линги забегали от Элезера. 25-19 пользу Элезера по рабочим. Май билд, о чем вообще револьвер говорит? Вортикс лингами без муо, королевами пошел вперед. Всем важно знать, что это мой билд. Интересно, откуда Вортикс его взял тогда, билд револьвера, если... Здесь так, идет вперед, кстати, очень опасный, опасный выход, я вам скажу. Но... Но Ролучи 5 и 6 строятся сейчас. Сразу же Элезер, между прочим, хатку отменил. И он примет сейчас, на самом деле, это все лингов без муо. Тут один фаербол вообще все перевернуть может. Отходит немножечко Элезер назад. Фаербольчик пошел револьдером. Хороший фаербольчик. По королеве попадать, только лингами не дать. Откружите себя, пожалуйста. Трансфюзер на оплетке спает, дроны выводятся. Вторая оплетка подходит, и Лейзер изи отбивается. А нет, смотрите, ковру. Здесь даже проблевает Вортикс и Лейзер. Такое у меня ощущение. Но Трансфюзер кончились. Нет, что-то Роучи много со следующего врыва вышло. Фаербольчик падает очень хорошо. Но реводжеры-то тоже кончились. 41-38, плетку перекапываю, Лейзер. Что же ты творишь-то? Плетку что-то не перекапывает. Линги под плетку ворвались. Еще линги готовы. Вот сейчас плетка перекапывается. Линги, Роучи идут вперед. Королевы пока накрипят, а они здесь нормально атакуют. Но сейчас, когда Лейзер прогонит все это дело, королева уже не будет так решать. Роучи контролит просто великолепно. Реводжеров новых добавлять. Трансфюзер очередной пошел. Пытается Лейзер фокуснуть. Фокусит королеву. Ну что, уйдет Вортикс? Неа, не уйдешь от Роучи. От Роучи не уйдешь. Контроль просто чудесный. Как и Лейзер контролит вообще. А, молодец. Билт-то что-то Ревчика не сработал. Ни хрена. Все, уроки снижаются на сотку. Стоимость. Так, ладно. Не, здесь и Лейзер очень круто отбивался. И Лейзер сам с плеткой пошел. Смотрите, на Уль-Лене прикольные какие игры получаются. Плеточка заходит. Снизу копается. А что снизу-то? Наверное, выходил же. Фаербулы по плетке падают. Перекапывать ее смысла нет. Иначе она вообще атаковать не будет. Плетка и Лейзера просто ничего охраняют сейчас. Нужно наверх ее завести. 60 на 41. 2-0 и Лейзер, ребятки. Это абсолютно точный расклад. Королева нового выходит. Плетка в итоге закопалась. До куда достает? Да королев достает. Хорошо по королевам стреляет. Фаербулы пошли. Контроль у Лейзера просто великолепен. 4100 на 3К. Продолжение следует. Не, пока не опух. Продолжение следует. Ну что, изи 2.0 от Элэйзера. Орбитальная версия живущих карт Элэзер с газа. Здесь тоже поугас, кстати, у Вортекса. Но Элэзер более экономически выгодный билд. Исполняет с большим количеством рабочих. Но одного дрона всего лишь больше. Орбитальная версия живущих карт Так, всё, здесь я. 2.0 идёт Элэйзер. 6 лингов заказано. У Вортикса мув. У Элэйзера. Что у Элэйзера? Так, минералов на мув не хватает. Что за хрень-то вообще? Вроде раньше всё делать начинал. Рево не уточнял, у кого его билд. Действительно, кстати, выгодно было сделано. На самом деле, это был Элэйзера билд. Ревчика, походу, да? Ну да ладно. Или Уортикса исполнение подвело. Просто если бы Ревчик билд исполнял, тогда бы да. Так, Уортикс отбегает сверху. Элэйзер лингов спалил. Элэйзер возвращается домой. Байлинг Нест тоже строит он, между прочим. У Уортикса, правда, поздненько. Это очень Байлинг Нест. Уортикс копит лингов дома в стиле Блая. Но Элэйзер готов принимать. Посмотрите, он всё понял сейчас. Он Оверан спалил и понял. Он будет сейчас просто лингов... Какие дроны Элэйзер сейчас тебя пробреют, блин? Там лингов масс-масс-масс. Два Байлинга Морфиуса сейчас. Но У Уортикса нет Байлинг Нест. О, Уортикс Байлинг Нест там как-то завтыкал. Ребят, я не понял, каким образом это произошло. Но реально это был завтык. Элэйзер идёт проверять, где же там линги Уортикса. Уортикс ныкается сейчас лингами. Видит Элэйзер, что Байлингов пока нету. Забегая этими лингами, ещё линги будут вперёд. Ну, четыре Бэйна от Уортикса. Здесь есть два Бэйна Уэйлэйзера. У него есть Королевы. А, ещё два Бэйна. Два есть и два будет ещё. Так, здесь линга сбегает. Бейлинги есть. Королевы стоят так, чтобы дать Бейлингам между ними протиснуться, естественно. Так, фокус Королевами хороший идёт. Хорош, просто те Бэйлинги минус 3-0, что ли. Просто на тебе полез. Блин, Элэйзер чё-то просто божит. Неужели он так сейчас раскачался? Что за звук реактивной турбины? Это новый прототип двигателя моего. Помика 1, тягой 1 Рева Пуканчик. Следующая модификация. Уже грейжу его до 1 Нерча Пуканчика. Планирую выйти на Наниву. В перспективу. Ну, а потом суммарно все, короче. И космос, короче, уже просто. Так. Пытается тут Элэйзер что-то под это... Какой-то дэмэдж нанести в Ортиксу не получается. Но хата-то у Элэйзера раньше, дронов-то у Элэйзера больше. У него вообще всё замечательно сейчас. Пошёл Лэйр. Так, как Реву не банят, я не понимаю. Надоест... Французам надоест, блин. Его вбросы на языке. Им непонятно. И его забанят просто. Вот. Ну, согласен, согласен. Я думаю, что не на сотку нужно поднимать. Нужно... Нужно с Блая брать просто. Нужно с Блая и с Вортиксу брать. С призовых. Так. Взрыва... Ой-ой-ой-ой-ой. Какие что-то делаешь-то, ё-мой Элэйзер. Что за контроль такой? Хотел, как лучше получилось. Как-то не очень. Сейчас у Элэйзера. Так, Линк взрывается. Не того Блэйлинга подставил. Вортикс снова выводит. Ну, хорошо, на противоходе сейчас Блэйлинг взорвался. Нидус пошёл. Нидус от Элэйзера. 12 ровущей строится. Вортикс новыми лингами вперёд выбегает. Нужно на рампу что-то поставить, чтобы сейчас принять лингов оппонента. Здесь Овер летает. Но Оверсир и Элэйзер, кстати, не морфит. Чтобы не спалить свою задумку сейчас. Овер подлетает. И через несколько секунд уже Нидус будет готов. Так, Королеву встречают. Ровуща минусует. Сейчас поймёт, кажись, Вортикс, что происходит. Здесь Блэйлинг был уничтожен. Плёточки пошли от Вортикса. Элэйзер подводит Овера. Но плёточки очень поздние. Они не успеют уже доделаться. Я уверен даже в этом. 84-45 по лимит. Куда Нидус-то пошёл? На лоу-граунд. Зачем на лоу-граунд-то? На ХГ надо. Ёма, вот сюда бы делал бы. А, боится, что Бэйнами взорвут. Да. Бэйнами может, зараз, взорвать. Сейчас часть Ровуща идёт на мою вперёд от Элэйзера. Пошли Королевы, пошли Ровуща. Крипт разлит у Вортикса прям для Ровуща. Оппонент специально. Заходит Элэйзер наверх. Плётки ещё не готовы. Нужно плётки минусовать. Одну минусовать начинает. Так, линги выходят. Пять плёточек делаются. Может, ещё Нидус пилюпер в другом направлении. Я не знаю. Элэйзеру. Так, подбревает Королевами сейчас Овера. Ну что, будет налом. Лингов много, Бэйнов много. Нужно фаербойчики кидать Элэйзеру. Криптумор делает сейчас свой. Так, спорка пошла. То есть Элэйзер сейчас закрепляется здесь с помощью спорок. Пошла атака. Роучи просто миллиард. Плётки не выдержит. Муталиски летят перед. Королева есть. Трансфюзер есть. Вреозеров. Там Вэйлинги ворваются. ГКВП 3.0. Изи. Просто под корень вообще Вортикс. Элэйзер катает. Силён, силён. Кстати, увидите вы его очень скоро на Бобролиге. Которая будет проходить в пятницу, субботу. Финальная за февраль. Приходите. Там будет Иревчик. У него будет прекрасная возможность продемонстрировать свои великолепные стратегии. Там будет Элэйзер, Хэйфич, Блайк. Все там будут. Гуру поляк. Ну что, ребятки. Следующий матч у нас какой? Эйсер про челлендж. Это Банни Дайши ТВТ будет у нас сейчас. Почеркали ли они карты? Вот. - Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как минимум, зеркалок уже в матче за третье и в финале за первое место не будет. Короче, ждем сейчас хост. Жаль, что Блай дальше не прошел. Ну, а призовые здесь за первые три места. Соответственно, 600 евро, 300 евро, 100 евро. Вот такой вот расклад. Вот такой вот расклад. Сейчас черкать не буду, сегодня как-то все на расслабоне, никто заранее не черкает, прям ничего странно даже. Вот такой вот расклад. Короче, жду карты. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Спасибо, Кузьмин СПВ. Хорошая фотка, но разрешение какое-то слишком маленькое прямо. Jordan 200к. В профиле вся инфа есть. 666 в чате. Вот это номер. Все. Создан хост. Сейчас посмотрим. Карты должны были написать. Лилилак первая. Лилилак первая. Тирас Преона вторая. Орбитальная Верх третья. Сумеречный бас не четвертая. Стройный Сероса пятая. Ой-ой-ой. Куда это я там нажал? Герой. Я нифига испугался. Чувствую звуки знакомые. Геройчик. Как будто там геймит. Смотрю, сидит. Как такой нидус можно отбить? Ну, все правильно делал. Просто выходил в мутку сейчас. Вортик с экономическим отставанием. Хоть и небольшим. То есть, мута она когда вообще заходит идеально? Когда у тебя чуть раньше лейер, когда у тебя рабочих не меньше. Чем у оппонента. То есть, чтобы мута пораньше успела ее скопиться. Количество. А мута уже выходит. Когда на тебя атака идет, она вообще в минус. Не то, что в минус. Она неэффективна просто нифига. Пока кулака нету. Вот. И в итоге плохо получается. То есть, атака, плетки, бейлинги. Конечно, нидус по-другому не отобьешь. Наверное, даже не надо было. Да не наверное, а точно не надо было вортиксу спешить делать. Муталец. То есть, ему надо было максимум лингов дозакать. Максимум плеток. И бейлингов запевить. То есть, чтобы там сплэшом взорвать что-то попытаться. Полотенчик раскатал бы Кобру один на один. Не, не раскатал бы. Как в StarCraft играю всю жизнь. Вот только в первом Кобре не проигрывал. Пусть что Кобра не было в первом. А так бы и в первом вообще не выиграть бы было. Так и во втором. Чисто из-за этого и забил больше. Ну нигде не участвовал, не тренился. Что ну не выиграть Кобру. Фатонит чертяка и ничего не сделал. Так. Здесь газ до барака пошел дальше. Интересно. Уже билд в Лотвии. Такие билды редко вижу. Ну уже не шестой. 166. Да. Уже все нормально. Марик заказан. Здесь факта пошла. В бане ЦЦшка на хайграунде пошла. Рипер строится. Здесь ну очень прям ранняя факта. Бани кстати спалить этого ничего не смог. Побоялся врываться. Видимо марика видел я не знаю или чего там. Ну может кстати возможно это танк марики поджим будет. дальше. А нет. Или гелиона марики. Спасибо мэндок. Пью витаминки. Вон видишь впарили мне в рау какие-то для мужчин. с женьшеньем. С женьшеньем. Чтобы энергия была блин. Говорю а какие-нибудь дайте. Ну потом понял что есть обычные. На сотку дороже. Ну ладно. Пусть будет короче. Пусть будет. Вот. Медивак строится. Марики строятся. Миллиончики вперед. Поехали. Здесь тоже марики строятся. Но здесь будет судя по всему танк. Мне кажется что если бы дальше делал сейчас танк с передропом один. У него бы эффективнее даже. Так. Потратил энергию на рабочего. Да у него уже даже полиса нету. Какой добрый медивак. Какой к черту. А здесь нету морды. Какой к черту полис. Он же. Ладно не буду. А то обвинят меня за то что шутки какие. Не очень там. Расист. Фашист скажу. Беда. Провал. Так. Марики. Марики дропаются. Гиллиончики тоже передроп. Сумариков. Три штуки осталось. Геликами пытается дайши пожечь. Жгет геликами. Три, четыре, пять ксм. Минус. Больше минус будет. Шесть ксм. Ё-моё. Не отконтроливает. Баня вообще чё-то рабочих. Странное такое дело. Медивак не может вылечить. Минус медивак. Туги. Девять ксм. Пробревает. Но у бани то. Две ццшки. И рабочих 23-20. Здесь только заказано. В итоге не очень выгодно для дальшей получилось. Пилон Раш выигрывал недавно. Но Кобра так же вруется, что непонятно, что это Кобра. Если знать. Если я-то буду знать, что это Кобра, там сразу будет. Сверх ранний гейт там и т.д. Опа. Хороший залп. Четыре марика за залп. Минус. Нужно улетать сейчас. Естественно, дайши. Буст есть на медивак. Всё. Буст рубается. Улетел. Молодец. Здесь выход идёт. Два танка, несколько мариков. Плюс два викинга. Ку-3 проиграл. Не знаю, не помню, что там такое. Было. Наверное, было что-то такое. Скант пошёл от дайши. Но Бани двумя танками заблевает танк. Танк дайши без потерь получается. По лимиту 20-15 преимущество. Причём очень серьёзно. Медивак есть. Надо бы вычинить медиваки эти. Что, дайши собрался ворваться? Ну, марики-то куда под танки лезут? Хорошо дропаются дайши. Танки расконтролил оппоненту. Но потеряет за это медиваки, скорее всего. Ну, хватит. Решил одной КСМ. И вычинить ещё не получается. В итоге. Танки вступили. Здесь контр-дроп, который я просто не заметил поначалу. Но он только прилетел, вот. Потому что три рабочих минус. Хотя, не, возможно, мы с Мариками дрался до этого Бани. Но здесь уже, судя по всему, 1-0 пользу Бани. Слишком уж дальше остаёт здесь жёстко. Спасибо за поздравление, Владимир. 23-23. Викинг летит вперёд. Викинг летит вперёд. Так. Так. Так Заходит дальше Банни изи отбивается Неплохо тут Дайши Танчик убил двумя мариками Ещё несколько мариков при этом сагались На медивак полетели Ну 69-82 по лимиту Боевые почти одинаковые Тут Банни и Дайши Стимпак тоже почти одновременно будет Но у Банни будет плюс 1 А у Дайши не будет плюс 1 У Кандаши присоединится к мощности двигателя Ну это так Знаешь ли Даже на форсаж не тянет Небольшой Хотя у Дайши тоже горит На самом деле Бывает и не слабо И Дайши полетел дропаться Чтобы Ани спалил А не, марика спалил Подрезал Дайши летит вперёд Сейчас мариками спалят Банни Медиваки проходят мимо Банни идёт Дайши Дайши идёт Банни Банни стимпачится И Дайши дропается вниз Какая ужасная ошибка Дайши Потому что Банни уже у Дайши Он уже разваливает Дайши В мясо просто 26-77 Это минус Дайши Потому что Банни сразу же на мейн заходит Депошку выбивает Тут соплай блок сразу же уже Дайши Получается Танка Два всего лишь здесь осталось Но тем не менее Дайши тут меньше юнитов Гораздо на мейн у Банни Ну кстати Танков 4 штучки И Они неплохо наваливают Я вам скажу Марики проходят С тимпаком Ну чуть Дайши не спешите Сейчас Банни Щиты ещё доделаются Не видеть что Лава Крутится здесь Щиты мутятся И щиты доделались 53-86 Точнее Лава не крутится Я даже не знаю Что она делает Гурлит Как-то там непонятно ХСМки дальше увёл Танки Теряет две штуки Сейчас Или вычинил Вычинил танк Один молодец Что вычинил Три танка Остаётся Нужно и остальные Вычинить Ресурс это миллиарду Дальше 39-51 Несмотря на то Что у Банни В два раза больше Боевого лимита Ещё не тут Не всё ясно На самом деле Хотя нет 20 мариков На 5 Три танка В два Нет Здесь всё ясно К сожалению Тем более Марики со щитами Но Мариков Правда часть Уже погибает Пытается Банни Танк убить Не получается А вот Убил всё-таки танк Здесь ещё и прирост есть Здесь возвращается Банни Дальше Мейн разбирает 36-39 Ну у Дальше То КСМ Ну КСМки Потанковать смогут Почему нет Танк-то Вычини Дальше Ну вот же Танк Чё не вычинивает То ни хрена Вычинил бы Танк Передроп От Банни Идёт Стимпатч Дальше Пытается принять Танк Полудохлый Чинить юнитов Своих надо Конечно же Банни тут Разбирает Несмотря на то Что танк Там дэмэджи Наносит Миллиард Минус Дальше В итоге Ничью Сыграть Не получится Добыча есть У Банни У Банни Есть всё Что нужно Для победы Чё Дальше Сделать хочет Пока не А Баншами С инвизом Да какие Банши-то Здесь Двецэцэшки Здесь слишком Много осталось Горит Всё Банник Там на мэн Сканет Банни Видит Видит Факту Ну буквально Миллиметр Скана Старпорта Если сейчас Понял Кто понял Где Банша А вот Дальше Кстати Не восстановил Свои здания И сейчас Банни Поймёт Что Не Здесь печаль Так Два барака Строятся Годите Чёрт У бараки Если у Дальше ЦЦэшки Нету Марики Строятся Убегает Марик Гонка Наркоманов Этот Без щитов Но хп Больше Этот Со щитами Всё Выдохся Братишка Старчался Розовые Не успели Старчаться Ещё Конкретно Как Дельфин Говорил Так И этот Но без щитов Но победил Так ЦЦэшку дальше Строит Понял Что ГГ Просканил ГГ Наконец-то Он понял Потому что Братишка 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 Розов Наконец-то Заходим во вторую игру и ждем ее начала. Продолжение следует... 1-0 бани. Чё-то бани последнее время круто играют. ЭТВТшечку в особенности. СССР готов! 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 Это на 99% ГГ и 9 десятых, я вам скажу. Почему? Да потому что Марик не самый ранний здесь. Риппер из трёх бараков. Сейчас первый риппер запрыгнет, Марика, скорее всего, минуснёт. И сейчас ещё два к нему присоединятся в ближайшем будущем. Хотя гелион очень ранний, тоже так не всё однозначно. Но с тремя рипперами тут изи можно гелион. А, один барак вообще для подсветки оказывается. Ну, дальше и не рабочего не фокуснули, и Мариков не фокуснули. Это хрень вообще странная. Физнагрузочки. У меня не прошёл ещё вирус этот. Ну, пока непонятно. Судя по всему, не Эпштейнбара, а какой-то другой герпесный вирус. Сейчас Даша и жене мои анализы придут. Оп, гелиончик рипера минус нул. Здесь тоже рипер строится, но судя по всему, да, что с герпесом что-то связано. Потому что ещё признаки похожи, что горло два месяца не пропоет. И миндали на лимфу выпав при этой теме обычно разбудут. Так, контроль А2, конечно, бесподобный. Говорить просто нечего. Гелиончиков накрывает. Риперов нужно регенить. Риперы регениться. Третий гелиончик. Соплай-блок там у Дайши был. 36-20. Хотя по лимиту у Дайши всё хорошо. Но пять риперов сейчас будут рваться. Обратите внимание. Так, гелионов. Зря гранаты так рано выкидывают, бани. Хорошо, там подкинуло всех. Бродяг. Ещё раз гранатка, ещё раз гранатка. Риперы регениться. Ещё гранатка. Смотрите, как бани тут гранатки выкидывают. Риперов семь штук уже. Гелионы просто там разваливаются. Марики разваливаются. Жесть, риперы ставят гранаты. Ну, ну, себя-то зачем взрывать, блин? Ты его взрывай, а не себя. Так, гранатки по рабам пошли. Гелионам не надо гелионов добить наконец-то риперами. Что-то законтролился бани. Риперов отдал с перебором. Можно в минеральную линию уже гранаты кидать. Либератор полетел, между прочим, к бане. Вот либератор, кстати, сейчас сильно может решить. И не в пользу бани, естественно. Он может всё решить здесь. Гранатки под гелиона. Гелиончик взрывается. Ещё один гелион здесь есть. Гелиончик минус. Всё печально у Дайши. А у бани всё очень даже неплохо. Но дома ничего нету. Но либератор уже не сможет перевернуть ситуацию в игре. Ведь дома в экономике нету у Дайши. Абсолютно никакой. Нужно ксм-ок убивать просто ему. Что и бани и делает в итоге. Так, он хочет ксм-ок. Может, медивак засадить, я не знаю. Ещё один гелиончик добавляется. Риперы строятся новые-новые. Так, гранат неплохо подкидывается. Либератор прилетел. Раскладывается. Бани нужно увести сейчас всё. Факту нужно Дайши сейчас укусить, чтобы Факту не достроил в итоге бани. Два марика бани делает. Ксм-комарик уйти пытается в Дайши. Дайши взлетает всеми юнитами своими. Кстати, интересная игровая ситуация складывается, я вам должен заметить. Так, Факту нужно достраивать. Так, раскладывается сюда. Улетает бани. Ну, мула-то за контроль. Так, на Факту перераскладывается. Новый мул полетел. Нужно добывать. Ксм-ка уходит. Сюда на мула. Вот чё он ему мула-то нужен? Ну, куда ты выкидываешь? Ты покопи-то энергию. Мультитаску бани просто нулящий сейчас. Факту достроить не может. Это просто бред вообще полный. Так одного Рибера здесь оставить. Здесь Мариками можно вернуться. Между прочим, Либератора сбрить бы сейчас можно сзади. Марик Ксм-ки с Медиваком, кстати. Мариками двумя будет не убить вот этого Марика просто. Потому что он с Медиваком у двух Мариков ДПС-а не хватит. Тсм-ка падает. Гайши тут сам начинает бани подгрызать. Факту так и достроить и не может. Да в другом месте надо было отменить всё. Заказать в другом месте Факту. Вот здесь вот где-нибудь заказать Викинга. Через Старпорт и Викинга. Ресурсов-то хватит точно. Так, здесь Марик прилетает. Добывать надо начинать. Факту отменяет бани. Ничего. А, ну сейчас эти две, когда база будет, Либератор уже... А вот ещё Марики пришли. Либератор не сможет решать так, как сейчас решает. Марики отступают. Нет, всё-таки отобьётся. А у Дайши вообще добычи нет. То есть Бани здесь выигрывает. Это 2-0. Просто Дайши тянет резину. Думает, что можно... Ещё может ничью вывести. Я не знаю. Либератор минус. А четырёх Мариков же ёп! Просоты. Забоялся Бани, потерял Мариков. Да что ж ты творишь? Потерял Мариков. Ну здесь на золоте добыча есть. Всё нормально. Риперы прилетают на золото. Всё в порядке. Марик всё один. Ну три ещё строятся. Они сюда идут, Марики. Всё новое-новое. А у Дайши-то Мариков нету. Крочу, всё на золото уходит сейчас. Ну есть мёртвая зона для Либератора, но базы-то две, не одна. Так, Либератор вычинивается понемножечку дальше. Викинга там дальше заказывает. Зачем ему Викинг? Решил, что в ничью можно сыграть. Нет, в ничью здесь не сыграть. Нифига. Либератор минус. Всё, пишем ГГ, выходим. Дайши что-то тянет резину. Баншу опять заказывает. Кнейнвиз денег-то нет. Риперы не дадут собрать. А, решил Баншой вообще законтролить. Просто Аки-царь, что её неубиваемую Баншу нам дальше решил продемонстрировать. Но ждём Баншу неубиваемую, а дальше сейчас мы... Мне чё-то кажется, что она какая-то убиваемая будет в итоге. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Так, ну что, Банша прилетела, но она далеко не неубиваемая. Тут туретки уже в бане строишь, самое интересное. Баншу дай... Ё-моё, Баншу дайши свою единственную отдал сейчас. Чё он тянет-то, я не понимаю. Эмил уже многоточие ставит. Чё-то тянет дайши, непонятно чё. Полетел мула дайши. ГГ. Ну что, ждём третью. Чё-то сегодня изичи какие-то. 3-0, а всё равно, хоть по 3-0 играют, 3-0 и лейзер, 3-0 намечается здесь. Вот. Но всё равно Бо-5 идут по часу почему-то, странно. Захожу в игру. Сейчас. Захожу. 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 Чё associated всем. Так, а какой коэффициент у нас на кибатике-то был? Не успел я запилить. А, ну баня фаворит, 1.39263. А, ну баня фаворит. Ну что, 2.0 баня, орбитальная верфь. Третья игра. 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 Привет, всем привет, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Дайши через Малика, второй ГАЗ Здесь Рипера ЦЦ Пытается Дайши поднапилить Здесь КСМ-ку напилить не так-то просто Ее будет сейчас Придется увести одну Нужно еще одну выводить сюда А не, не придется Рипер прилетает Гранаты не кидают Свои рядом, можно задемеджить своего Ставится факта Тоже у бани вдогоночку Газ готов Начинает добывать его Субтитры сделал DimaTorzok Да, наверное, доставка хавки какая-то была Пицца Не знаю, суши, фигуши какие-нибудь Что там Да во Франции-то все, что угодно нам доставляют А, котлетки думаете, как я переворачиваю? Одновременно тут гейминг И котлетки переворачивает Рейвены против свамп-хастов Эйстр ТСЛ Сплюнь, е-мое Если сейчас просто Вернут Приколись Следующий патлот Какой Сварм-хасты вот с этими ползвуками Возвращаются И сходятся просто Чтобы в мех побольше тирана играли Это сразу StarCraft игроков На 10 В 10 раз меньше становится Реально, как мне кажется И зрители Потому что, ну это реально Ушли от этого просто Кошмара И слава Богу Опа По заветам Прокси Торы По заветам Давно ушедших дней Дайши решил, что Уже серьезно играть здесь нечего Прокси Торы какие-то начались Викингами можно и сесть бы было бы Отбивает изи бани Прокси Тора Ребятки Это 3-0 Дайши что-то не хочет играть Опять Тор полетел А я смотрю что-то Кукую здесь А здесь у нас Прокси А это не Прокси Тор Смейна Что за Тор Смейна Тор Смейна это не очень Тор А Прокси было Тора Это выглядело лучше на бумаге Говорит Дайши То есть он еще на бумаге Там расписывал Как надо Сыграть чтобы Тора вычищать Не понял Куда викинги-то полетели Ты что делаешь-то В бане мозг отключился сейчас Или что происходит Твой Тор щелкает Да неужели викингов решил вернуть Вот это номер А что сразу-то не возвращал Садиться надо викингами Что и делает баня Даже не успел Тор стрельнуть Викинг его минус нул 71-42 полемит Нет, здесь абсолютно очевидно Провал для Дайши Стратегии Садеги Садеги Прилетает дробчик от мани. Начинается контроль. Расконтроливают тут мариков дальше. Пытается КСН-ку заврать. Не так просто, оказывается, это сделать. Но пару все-таки вкуснул и улетает в итоге. Тор очередной вышел. 30С-ки, между прочим, у Дайши. Если тянуть время, он может и отстроиться. Мани нужно выход делать с медиваками, с новыми сейчас. Здесь Викинг на патруле, а здесь что-то летало, мне показалось. Нет, вроде ничего не летает. Два медивака есть, сейчас еще два будет. Вот этим медиваком можно мариков выгрозить. И 5 танков, как раз 5 медиваков под 5 танков, которые сейчас будут идти вперед. Ну что, берет Банни танки все свои. И вперед идет, между прочим. Здесь у нас какой-то дробчик от Дайши нелепо летит. На 6 мариков пролетит вообще. Пролетает Дайши. Но Банни уже двигается вперед, Банни не парится на этот дроб. Не отвлекается. 11 секунд до стимпака. Здесь ПСМ и плюс Марик пришли. Щиты у Мариков в Манни. Здесь Дайши без щитов. Заходит Банни сейчас. Так, передроб. Танков идет прямо на голову Дайши. Марики на стиме заходят. Танки сзади залетают. Вот Банни дропнулся, интересно. Ну это ГГ абсолютно очевидно. Танки передробываются еще ближе сейчас. Прямо на рамку. Дробывается Банни. Дайши вообще что-то танк свои не контролит. Декошки подбреваются. Нужно вообще на мейн все это завозить. Что и делает. Пытается сделать Банни. СЦшку Дайши убил. Все убил. СА-4, СА-4 по лимит. Пытается задробовать Мариками. Нет, задробовать Мариками не получится. Банни что-то прирост не выводит. Очень странно. Банни думает, что Дайши какой-то контртроп готовит. Банни улетит сейчас? Ну молодец. Давай улетать будем. На мейн до 200 посидим сейчас. Надежно убил. Смотрите здесь что выходит. Прирост просто адский. Выходит Дайши сканет. ГГ не пишет пока. Че ГГ не пишет? Че тянет? Хрен знает Дайши. Время кушать. Дайши просто есть. Хотел, видимо. Ну вот, а я жаловался, что долго бы 5 идут. Вот Дайши на Сосамбур за 15 минут сделал. 0-3 как бы. Реально. Ну максимум 20. Максимум 20. Вот это я понимаю. Вот это уровень. Ну что. Марин Лорд против Лилбо. У нас следующая битва. Ждем. Может и до 12 уложимся, кстати говоря. Да. Да. Продолжение следует... В то же время начинаются И матч за третье тоже будет завтра В 21.00 начало Нынешний 61 рус Конечно, есть ядерка Она не такая жуткая, как в первом Старкрафте Но она чаще используется Ее проще в нее выйти Лимит не занимает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, решающее Самый интересный, наверное, не зеркальный матч Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас я вернусь Буквально минутку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, привет, пас Все, я здесь Ну что, подчеркали Marine Lord здесь Лилбу что-то ненаблюдаемое Что-то Лилбу вообще не видно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, варик я не играл На серьезном прямом уровне Хотя, когда делать нечего было Помню, турниры вскоре были в Warcraft Вот Субтитры создавал DimaTorzok Короче, Лилу что-то пришел Такие они слоупоки, блин, а Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Так, ну они тиммейты в итоге Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заходим в игру Наконец-то подчеркали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Милка Привет, Милка Нет, я отходил Цикорий попер Погнали! Наконец-то Лилу Марин Лорд Начинается Фу, буду устал Что-то под залипь я за сегодня Сколько? 12 часов начали мы сегодня Короче, почти 12 часов уже стрим, ребята, идет Так что Что-то последние дни Как-то плотненько О5 Чё-то там они хрень куда пишут Чё-то там они хрень куда пишут 16 пробок здесь Нексус после Гейтану Стандартный билд у Лилу Заказан Нексус И аппетит И Cafe Так, адептик заказан, варп пока не заказан. Точка сбора уже на вторую ставится. И старгейту левого заказан, между прочим. Здесь у нас три барака уже. СС-17 была от Марин Лорда. Здесь пробка вперёд идёт. КСМ уезжает, на Ксилнагу уезжает. Да, Лилбом, простите, Марин Лорд на Ксилнагу уезжает. Сейчас нужно пробку поймать просто, что и делает. Марин Лорд минус пробка. А вот микро это, говорит Марин Лорд. Ещё бы Арак пошёл. Тут выход с мариками какой-то намечается. Мне такое ощущение. Араку устроится. Ну, сейчас если Марин Лорд такой идиотизм будет делать, то Араку прилетит и убьёт просто, скорее всего. Инженерка заказана, адепт подходит. Здесь два адепта. Но два сейчас не решают, потому что они ни Марика, ни КСМ-ку не ваншотят. А для чего барак Марин Лорду? Разведывательный, что ли? Просто тупо взлетел, полетел на разведку. Адепты заходят. Аракул здесь рядом есть. Адепты, кстати, телепортируются, ребятки, я вам скажу. Пользователь Хати активировал премиум на ваш канал. Катки, спасибо тебе за премиум. Адепт уходит на скольки хп? На одном хп. Есть второй. Здесь у нас барак стоит. Ничего вообще не строится в нём. КСМ-ку пришла, разведала что-то. Что, на третий Никтус-то видел вообще? Нет, третий Никтус не видел. Либо позже его заказал, судя по всему. Бункер у Марин Лорда пошёл. Лево устроит. Твайлайт. Добавляю аргиты. Третий Никтус. Вполне возможно, что мы увидим сейчас, блин, какой-то прессинг. Так, вот Лилву, как он делал с Хэппи, на отбурах. Ну, Хэппи развалил. Тогда Марин Лорда. Ой, Лилву развалил и Харстома. Да, гейтов что-то прям много заказано, я смотрю. Но Роба нету, Призмы нету. Гейты открываются. Нужно варк ещё стокеров. И сбивать эту, наконец-то, летающую байду, которая всё видит. Марики выдвигают вперёд. Здесь ставят, кстати, здесь два марика, всё, может их забрать. Три марика всего. Залетает Лилву ещё раз на мейн. Так, здесь выход марика идёт. Блинг ещё далеко не готов. Так, Марин Лорд приходит сейчас к Лилву. Лилву варк сталкеров на хайграунд. Спускается вниз, Лилву криво очень, теряет сталкера моментально просто. Оракула возвращается. Контроль хороший от Марин Лорда. Оракула подставляет. Марин Лорд великолепно расконтроль. Просто стимпак минус Оракула, минус Мазерпор. Хороший врыв вообще сейчас вот от Марин Лорда реально был. Ну и с помощью рот пробок покусил бы. Ну и так, шесть пробок. Он столько наубивал здесь этим урконом. Просто жесть. Сейчас плюс один будет готово. Сейчас щиты будут готовы. Сейчас медиваки уже по две штуки строятся у Марин Лорда. Третья СС, новые бараки. То есть можно просто выход будет делать, дожимать оппонент своего. Да, вижу, что ты в новом старте. Спасибо, Милка, спасибо всем. Рекорд на премиум-премиумный месяц сегодня. В этом месяце. Так, 16, 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 16. 275 уже премиумов у нас получается, ё-моё подписалась это динч бустится адептом скорость атаки дровчик от марин лорда полетел 98 ну 101-110 по лимиту 60 пробок на 53 ксм 30 ксм пошла ну что здесь гейд лиллу собираются как хейпи марин лорда сейчас прессовать с блинком насколько я вижу залетаю от медиваки тут что medi-wake в центр какая-то хрень происходит а не никак сейп хейпи просто на блинке лиллу убила на орбитальной верфи Идет атака, много реально Био приходит от Марин Лорда Лилву доварпливают Юнитов сейчас, в это время дропчик На второй от Марин Лорда проходит По лимиту вырывается вперед Медиваки сбивает Марин Лорду Лилву моментально практически Здесь прессинг продолжается Но адепты хорошо держатся Здесь сталкеры все отбиваются адептами 9 пробок потеряно По лимиту Марин Лорд немножечко плюс еще 1-1 грейды делаются 2-2, точнее уже готовы, 2-2 заказаны Только-только сейчас были Марин Лордом А здесь вообще Здесь есть, здесь сколько Здесь атака 1-2 не заказана Идет вперед Марин Лорд Ой, Лилву, простите, Марин Лорд На халяву тут на Ксилна не принимается Медивак вперед полетел Медивак уснуть не получилось Мариков за мародеров, вообще нет контроля У Марин Лорда, такое ощущение Потому что от него хочется побольше контроля Ведь он корейцев там 5-0 Разваливал на Нейшн Вори Отведи ты Мариков за спину мародерам И все будет ништяк, вообще за контролем Хорошо, Медивак спасает, чудом вообще спасает Он полудохлый вообще, Медивак Блин, если он вперед идет Мародеры тут гусят очень даже неплохо Мародера начинает контролить Тут Лилву начинает Медиваки Нужно аккуратнее быть, Медиваки отмести Может, у нас 685 по лимиту ходит тиран Но у боевого меньше, потому что часть лимитов до заказа Абсолютно естественно Так, Медивак ушел Новый, а, вот один новый выходит Либераторов заказывает сейчас Марин Лорд Лилву собирается прессовать, продолжать Да, и гейтов добавляют здесь Нет, здесь такой прессинг Боевого лимита тирана больше Грейды лучше вообще в разы Так, что все бегает Тут Адептика Люди Упсылает для разведки Четвертый Тут Нексус у нас стоит Товар, пойдут от Лилву Ну, Микс вообще просто Адепты, Адепты Сталкеры Вообще ни о чем Врываются Адепты под Минки Под Био Есть Либераторы здесь Неужели прям сюда Лилву телепортируется Минки выкопались Копаются заново Залка по Адептам Не делает Боится самому дэмэдж нанести себе Так, вот Минка залп делает Минус Адепта ГГ В общем, Лилву вообще в хлам Конечно Тем более А, 2-2 Доделывается как раз В Замесе Вообще великолепно 1-0 Марин Лорд Ну, с такой игрой Это минус Лилву будет Конечно Захожу на хорошее Продолжение следует... Продолжение следует... Дозир... С колоссами сделали плохо... Стали они слабы... По дэмэджу... Ну, хэппи разобрал бы дважды То, может, разобрал бы что-то хэппи Но вопрос в другом В том, что... Зато макро у хэппи зачастую подводит Продолжение следует... Так, чё-то про... Чё-то про... Чё-то про Реву, что ли, пишут Я чё-то не понял Про русских чё-то пишут Ну что, после барака ЦЦшка у Марин Лорда пошла Сейчас будет орбиталку делать Сам не понял Если чё там к чему Как контролить, чтобы не стреляли Ну, выкопать проще всего И закопать назад Можно стоп, конечно, жать Ну... Ну, или перекликивать И цели разные менять Но в таком замесе Нужно другое контролить Поэтому самое простое Выкопать и закопать Просто да Если б минки стрельнули Они могли бы Лилу самому Дэмэдж жёстче нанести Чем Марин Лорду О, какая халявища От Марин Лорда Третья ЦЦшка уже пошла До газа Третья ЦЦшка до газа Плюс два барака Ну, халявный билд Что тут скажешь Бывает и такие билды Давайте посмотрим Да, вполне нормальный расклад Всем привет, ребят И серпро челлендж У нас с турнира идёт Субтитры сделал DimaTorzok Так Царь в любимом стиле пекали Да цари-то были уже с короной Туречки добавляются КСМ-ки строят Субтитры сделал DimaTorzok 54-54 по лимиту Третий Nexus у Лилу есть Опять похоже на какой-то блинг Игру от Лилу Говорят, что у Рева без задержки стримит Ну, у Рева есть задержка Но у него какая-то маленькая Насколько я понял Около двух минут, а не три Я говорю Вот эти Турева, Зерги Ну, как бы Зачем тебя пускать стримить официально турнир? Зачем, как бы Что-то делать Такое Ну Скоро мне будут пускать Что-то Поделаешь Скан пошел от Марин Лорда Видит, что Nexus 3 начал добываться Здесь опсервер висит Так Строятся КСМ Подходят сталкера-сентри Здесь, да Прессинг на сталкерах-сентрях Будет абсолютно точно Медиваков еще нет И в помине Но достаточно много био сейчас К боевому, кстати Процесса чуточек больше Туретку ставит Марин Лорд Наконец перелетает Старпорт Скан минус опсервер Но здесь еще один опс висит Кстати говоря Заходит Марин О, простите Ливу сейчас к Марин Лорду Щиты не готовы Но Марин Лорд решил, что ему надо драться Стимпатчится Филды пошли Филды хорошие очень Судя по всему Здесь 1-1 Марин Лорду уже меньше лимита Адепты подходят Да 60 на 107 1-1, ребята Ждем следующую игру Ну, любят всякие такие пуши Так, тут давно меня спрашивал Про начать играть в Старкрафт Помню, сколько времени нужно, чтобы нормально Начать от многих факторов Знаете, давно уже реально было Просто еще вспомнил Хотел ответить От многих факторов зависит Во-первых Таланта Предрасположенности От цели Устремленности От количества игр Кого-то быстрее получается Вот У кого-то медленнее Кто-то выходит Допустим В ГМЛ можно попасть быстро А потом Застопориться Не тащить турниры А кто-то медленно Но идет все время вверх Как бы, например То есть это много Всяких моментов решает В этом плане Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что У Лена карта Карта, на которой игра Может кончиться Действительно быстро А может и затянуться В принципе Потому что все будут Перестраховываться Судя по всему Марин Лорд Через Рипера Здесь играет Судя по таймингу Барака Газа Через Гейт Играет Лилбул Гейт Газ И пробкой Поехал в разведку Ну не сразу После Гейта Кстати говоря Это будет Гейт Гейт Нексус Билд Потому что Второй Билон Не строится И по одному Рабочий В Газ Направляется Силнагу Проверил Лилу Возвращается Назад Закажет Нексус Пойдет в разведку Дальше или нет ХЗ Нифига Непонятно Может пойдет Может не пойдет Непонятно 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 Лилу говорит, открой, пожалуйста Маринлорд не ведется Не открывает Лилу депошку Пробку минус Ну, факта заказана Может, маленький танк будет под пуш А может быть и нет Так, орбиталка делает сейчас Так, орбиталка делается Так, мул здесь погиб, по-моему, с минералами В дороге прямо бункер есть Три адепта приходят у Лилу Третий никс он заказывает 40-31 парабам Два оракула летят вперед Адепты пытаются ворваться Прямо в марик, кстати Врывается В бункер садится Минус оракул раз Минус оракул сейчас будет два Хотя не может оракула даже и не минус Депошку Закрыть тару Чё не закрыл, друг ты Так, не прикрыт мейн ни хрена Оракул начинает жарить Циклон выходит Ну, циклон, кстати, левого Помогает отбиться здесь на изичах Минус адепты Минус два оракула Экономик и четыре КСМ и всё погибло Десять мариков В плюс здесь с Марин Лорд подрался Простите, не Либу Марин Лорду помогает отбиться, конечно Здесь у нас пилончик достраивать Мазеркор есть С мариками лучше так и не врывать Сколько марики-то пошли? Камни пробивать уже пошли Спешит чё-то Марин Лорд с камнями-то Зато никто не видит в это время Что камни пробиваются И ты открывает сейчас Лилу Кстати, у него блинк Опять же ранний Сталкера СН-3 54-41 Парабам Ну, боевого Марин Лорда значительно больше Но проблема в том, что у него даже Стимпак даже не заказан сейчас Но он собирается делать выходами Марика, циклонами и Либератором И ещё и медиваком Туретки подстраиваются Камни по рючку падают Можно было бы их захватить Вот этой хренью Камни же можно вроде как Или это как здание, наверное, нельзя Так, заходит Марин Лорд сейчас У Ливу Блинк ещё не готов Но скоро будет готов Либератор вообще ничего не припрет Поближе вот сюда его разложи Чтоб марики-то действовали поагрессивнее Ни хрена Танк едет Куда он едет? А вот всё, сконтролил Марин Лорд Подводит танк, 97-85 по лимиту Не, ну здесь у Ливу всё замечательно Здесь ни блинка, ни щитов, ничего нету Либератор вообще ничего не прокрывает Так, циклоны разваливают Мазеркор, танк приехал Но как-то поздно он приехал А, минус, минус Либератор Минус, короче, Марин Лорд здесь Ливу Изи здесь разбирает Сталкеров реально много Всё, это хозяйство выдвигается вперёд Заходит Ливу Адепта вперёд Под блинк агрессивный Танк раз, танк два, минус Адепт прям под танк ещё телепортнулся Короче, 2-1 Ливу, ребятки, изи А как Хэппи Ливу просто развалил Мехлам недавно буквально Ну вот, против Марин Лорда катят Агрессивные блинкерские страты Сейчас посмотрим, какой счёт будет Но хватит мне тут жёлтыми буквами Параноид Отвлекать меня от игры Ждём пост следующей игры Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что даёт грейд на циклонов Два раза увеличивается дэмэдж По армуринам Два раза увеличивается дэмэдж Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Здесь стимпак готов Сталкеры по отдельности Приходят сейчас на блинке Отступают Лилу И что пришел сюда А, здесь медиваки Нет, против медиваков уже драться вообще тяжело будет Видит Лилу что за стимпатч Ушел, потратил энергии медивакам Сталкеры убивают Барак Наконец-то он полгода там летал Короче, сталкеры-адепты будут от Лилу Как и в предыдущих играх Без, а нет, с одной атакой Все это будет Кстати, с одной атакой гораздо эффективнее Они убивают, например, Мариков Здесь либераторы уже раскладываются Но две штуки могут и не спасти На самом деле С призмой Лилу выдвигается вперед Видит прекрасно, что здесь либераторы разложены Так, пробивает камни Зачем? Зачем ты Лилуу это делаешь? Собрался за камни ныкаться? Да нет, вроде плюс один грейд готов Но все это и будет врыв, собственно, на плюс один Есть минки там у Марин Лорда Нужно раскладывать еще Ой, выход пошел Адептами врыв надо делать Где иллюзии-то? Врыв пошел адептами Да, варп еще адептов идет Часть адептов вообще сзади кто-то варпится Часть юнитов Лилу варпится Юнитов Марин Лорда, простите, варпится Либераторы падают сейчас Тайм варп пошел очередной Минки нужно фокуснуть Фокусит минки Лилу очень жестко 103,99 по лимиту Кажется, Марин Лорда здесь разваливается Нужно вычинить Офига он бункер чинить-то Как? Лилу не может бункер пробить Вот этот провал На халде нужно встать Сейчас на халде встал и развалил КСМ-ок 84, 107 по лимиту Медиваки минусуются Все, минусуются Адепты новые приходят вперед КСМ-ку все одна Что боится Лилу? Не пойму Так, заходит под бункер И все, что-то боится Сталкеров, адептов А, еще один доварпик хочет подождать Ну да, вот с этим доварпом надо идти вперед Призму поближе подвести Уже давно Прирост далеко Надо в бой прям заводить прирост Либераторы вылетают Так, подлинг под либераторов раз Либератор два минус моментально Минус, призма близко уже Адепты наваливают Хорошо Филд на рамку кривейший Минус бункер Ну да, варп очередной адептов И 109.77 по лимиту Лилу выходит в полуфинал Где будет биться с Вани Получается Он будет биться Ну, стрим идет 12 часов 5 минут на данный момент Короче, сейчас я, конечно же, закруглюсь Что-то там написал Марин Лорд Подгар какой-то Ребятки Короче Завтра в 12.30 все начнется с GSL Что там в нем? Я хз, если будет что-то днем То днем тоже постримлю Вечером В полуфиналы Этого турнира И Матч за третий Финал На данный момент я закругляюсь Время позднее И Пора Тормознуть Запись будет на Ютубе выложена Короче Все Всем пока, ребят Увидимся завтра Приходите На GSL 12.30 Все